Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 марта, Православная Церковь совершает память святителя Патрикия, просветителя Ирландии, епископа. Апостол Крайнего Запада святой Патрикий или Патрик родился в Британии около 383 года в галлоримской семье, которая уже давно приняла христианство. Его отец Кальпурний был диаконом и в то же время исполнял обязанности декуриона. У него было процветающее поместье, и он позволил сыну провести первые годы жизни легкомысленно, нисколько не заботясь о божественных предметах. Когда Патрикию было 16 лет, его вместе со многими другими жителями округи взяли в плен пираты. Они продали его в Ирландию одному землевладельцу, который поручил Патрикию охранять в горах свои стада. Суровые условия изгнания в этих чужих краях, бывших почти полностью во власти язычества, а также общение с природой, обратили его сердце к Богу. Он начал вести жизнь, полную покаяния, пребывая дни и ночи в молитве на коленях, на замерзшей или размокшей от дождей земле, и не испытывал при этом никаких страданий, насколько его душа была полна божественным утешением. Через шесть лет плена, превратившегося в райское блаженство, он однажды ночью услышал голос, который сказал ему «Ты хорошо поступил, что постился и молился. Бог услышал твою молитву, теперь вступай, вернись в свою отчизну, для тебя приготовлен корабль». Полностью доверившись, он совершил тогда побег и, пройдя наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на корабль языческих торговцев. Через три дня они высадились в пустынном и неизвестном краю и отправились на поиски какого-нибудь поселения. Они странствовали почти месяц, терзаемые голодом, и, наконец, попросили Патрике обратиться к его Богу, чтобы он спас их. Как только юный христианин воздел руки, сразу появилось стадо свиней, люди смогли убить нескольких животных и насытиться. После различных бедствий Патрике удалось достичь родины, где он снова был захвачен пиратами, но два месяца спустя вновь обрел свободу, как ему было предсказано раньше. Когда он возвратился в отчий дом, ему было видение, перед ним предстал некий небесный муж по имени Виктории и показал пачку писем. Он открыл первое и прочитал «Глаз Ирландии, святой отрок, мы молим тебя вновь прийти и ходить среди нас». Патрике послышались тогда голоса людей из факлутского леса, где он провел годы своего плена. Почувствовав в этом призыв Божий, он решил подготовить себя к просвещению этих варваров. Для этого он должен был завершить церковное образование, которое не смог получить в ранней юности. Он отправился в Галлию, жил в различных монашеских центрах, в том числе в Лерине. Около 15 лет провел святой Патрике в Осире под духовным водительством святого Германа, который рукоположил его в диакона. Когда святой Герман вернулся из поездки в Британию, где боролся с еретиками-пелагианами, перед ним вновь встала неотложная задача – найти миссионеров для Ирландии. Чуть ранее Папа Келестин рукоположил диакона Римской церкви Палладия воепископа, дабы он организовывал рассеянных по Ирландии христиан и управлял ими. Палладий немедленно столкнулся с большими трудностями, основал всего лишь три церкви, а через несколько месяцев был настигнут смертью. Поэтому святой Патрике принял посвящение воепископа из рук святого Германа, дабы нести свет истины варварам. Действительно, он был хорошо подготовлен к выполнению этой задачи не только потому, что его призвал Бог, но и потому, что он знал язык и нравы этих племен. Помня о грехах юности, он не решался принимать рукоположение, но новое видение утвердило его в том, что такова воля Божия. Во главе небольшого числа клириков он высадился на острове в том самом месте, куда приплыл и святой Палладий. Святой Патрике немежко отправился на большое собрание, которое регулярно устраивали предводители родов. Перед свирепыми воинами он произнес смелую проповедь о Христе. Ему удалось обратить некоторых старейшин, а вслед за ними и людей из их племен. Миссионеры получили земельные участки, чтобы основать там церкви и монастыри. Святой Патрике обошел всю Ирландию, прежде всего ее северные области, без устали возвещая Слово Божие. Как правило, он обращался вначале к главам родов и королям. Именно так он смог обратить королей Дублина, монстера и семерых сыновей короля Коннахта. Проповедник столкнулся, однако, с противодействием жрецов-друидов, которые использовали против апостола колдовство. Но Патрике призвал на помощь могущество Божие, сделал их бессильными и даже обратил некоторых ко Христу. Новообращенные стали затем благочестивыми пресвитерами, ревностными в просвещении своих братьев. После проповеди в королевстве Ориел он основал монастырь в Армаге, который впоследствии стал архиепископской кафедрой Ирландии. Именно из этой обители начинались его длительные миссионерские поездки. Патрике противостоял насилию, угрозам и каким бы то ни было опасностям, с полным пренебрежением к своей жизни и пресекал эти негостеприимные земли, позволяя Богу говорить через него с людьми. Проповедник не придавал никакого значения собственным способностям, и, несмотря на то, что он пренебрегал законами риторики, его речь, насыщенная цитатами и отсылками к Священному Писанию, обладала божественной силой приводить людей ко Христу. Среди покоренных проповедью святого Патрики были, помимо простых людей, также барды-фелиды. Барды были одной из высших каст кельтского общества в Ирландии, хранителями и интерпретаторами священных устных преданий народа и, по своему положению, были близки языческим жрецам. Они, став монахами, отдавали служению, благое вести, свои поэтические таланты. Их песнопения были столь прекрасны, что, как говорили ангелы, преклонялись с небесной высоты, чтобы их послушать. Для устроения новой церкви святой Патрики рукополагал священников и епископов, относясь с уважением и мудростью к самобытному характеру ирландского народа. Кафедры его епископов располагались, как правило, не в городах, а в монастырях, которые при следующих поколениях достигли расцвета и превратили Ирландию в новую фиваиду. Из них вышло множество монахов, смелых миссионеров и неутомимых путешественников, внесших значительный вклад в дело нового просвещения Европы. Святой Патрики никогда не пренебрегал выполнением ежедневного молитвенного правила, был ли он в одном из этих монастырей и епископий или в путешествии. Правило состояло в прочитывании вслух всей Псалтире, вместе со всеми библейскими песнями, а также других богодухновенных текстов, таких как Откровения святого Иоанна Богослова. Каждый час дня он сто раз осенял себя крестным знаменем, а когда встречал по дороге знак креста, то сходил с повозки и простяжался перед ним. В миссионерских поездках он не раз мог быть убит своими противниками, но ангел Ирландской церкви избавлял его от опасности ради пользы верующих. Познав лично страдания, причиняемый рабством Патрики стал защитником населения, подвергавшегося нападениям пиратов. Он отлучил коротика предводителя отряда бритов, которые, высадившись на землях племени, крещенного накануне убил некоторых из новообращенных, а других захватил для продажи в рабство. Несколько месяцев спустя коротик, отказавшийся раскаяться, был поражен умопомешательством и умер в отчаянии. 17 марта 461 года святой прибыл в местечко Саул в области Ольстер. Там он почил в мире, сопровождаемый гимнами небесных воинств. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Алексея, Человека Божия, Преподобного Макария, Игумена Калязинского, Чудотворца, Преподобного Парфения Киевского, Иеросхимонаха, Мученика Марина Кисарийского, Священомученика Александра Поливанова Пресвитера, Священомученика Виктора Киранова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, Я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok